ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Дело номер 2018 закрыто. Убираю в архив. Кто там? Проходите. А, это ты, Макс? Почему так не уверенно? Да я уверена, Мария Петровна. Просто не быстро. Вчера на тренировке был. Теперь все мышцы болят. Очень жаль. Значит, помощи ждать от тебя сегодня не придется. Как это так? Я же пришел. Если ты так страдаешь, как тебе расследование вести? Сыщик нашего детективного агентства ХРУМ всегда должен быть полон сил. Иначе он не сможет вести хитрейшее расследование умнейших мыслителей. Вот и все. Ничего, справлюсь. Вы мне только скажите. Есть новое дело? Нет, пока никаких происшествий. Вот уже три дня из сказок ничего не слышно. Так что можешь спокойно идти домой. Ну, если, конечно, у тебя нет дел в школе. Ладно. Пойду уроки делать. До свидания, Мария Петровна. Не забудь. Скоро контрольное по математике. Ну вот, приходишь, надеешься на расследование, на приключения. И что? Пожалуйста. Скоро контрольное по математике. Хм. Кто это, интересно, у нас в школе на стенах рисует? Возле входа в учительскую на свежепокрашенной стене какие-то фигурки. Да это же герои сказок. Звери всякие, как из мультика. Лиса, волк, заяц, баба-яга, кощей, русалка, золотая рыбка, кот в сапогах. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Они... Нет, я, наверное, переучился, перезанимался, пере... И все-таки они движутся, танцуют, нарисованные на стене нашей школы. Надо срочно Марии Петровне рассказать. Но сначала сниму на видео, а то не поверят. Внимание! В школе на стене второго этажа появились танцующие фигурки, пляшущие человечки. Что-то знакомое. Кажется, был такой детектив у Конан Дойла в серии рассказов о Шерлоке Холмсе. Это улика или какой-то знак. Пока не вижу в этом никакого смысла. Ведь здесь персонажи из самых разных сказок, совершенно не связанных между собой. Но не будь я Максом из детективного агентства Хрум, если не выясню, откуда они здесь появились. Макс? Я думала, ты пошел домой. Я и пошел. Но увидел вот это. Кто-то разрисовал стены. Но почему это тебя так сильно взволновало? Это не рисунки, Мария Петровна. Посмотрите на них внимательно. Они все движутся, как будто танцуют. Ты о чем, Максим? Хм, в самом деле танцуют. И в этом танце они движутся вдоль стены. Когда я заметил их, они были у входа в учительскую. А сейчас добрались до соседнего кабинета. Вопрос в том, куда они идут. Они идут в сторону вашего кабинета, Мария Петровна. Несомненно. Как-то нас уже пытались ограбить. Но этот способ через чур заметный, согласись. Да уж. Пляшущие человечки на стене привлекают к себе внимание. Вот что. Закроем кабинет и поспешим в сказку. Вот только в какую. Макс, проследи пока за рисунками. Только не трогай их. Это может быть опасно. Окей, не буду. А я позвоню Добрыне. Неужели ему неизвестно о том, что здесь происходит? Добрыня, у тебя все в порядке? Не уверен. Но спасибо, что спросили. Извините, я сейчас не могу говорить. Как это не можешь? Еще и трубку бросил. Так, надо запереть архив в сейф. Если кто-то замыслил воровство, ничего у него не выйдет. Готово. Мария Петровна, их все больше. Тут уже и царевна лягушка, и бармалей, и белоснежка. Да, Макс, что-то случилось. Хорошо, что уроки уже закончились. А то их все увидели бы. Что будем делать, Мария Петровна? Иду к тебе. Закрою дверь в кабинет и... О, они уже здесь. Нарисованные фигурки. Алло, я ничего и никого не трогал, Мария Петровна. Я случайно задела одну из них, Макс. Запомни, если со мной что-то случится, это из-за них. Что случится? Мария Петровна, как вы? Вы в порядке? Отправляйся в сказку, Макс. В какую? Мария Петровна, алло. Алло, Мария Петровна, возле кабинета ее нет. Дверь заперта. Куда она делась? Сказала отправляться в сказку. Но ведь их так много. С какой начать? Телефон звонит. Но не мой. Вон, под батареей у окна. Да это телефон Марии Петровны. Звонит Добрыня. Алло. Алло, Мария Петровна, что у вас с голосом? Это не она. Это я, Макс. Привет, Добрыня. А, привет. А где... Хотя не важно, и ты сойдешь. У нас тут в сказках сумасшедший дом какой-то. Вот вы прохлаждаетесь там в вашем агентстве, а я тут ни секунды на месте не стою. Не знаю ни минуты покоя. Добрыня, ты не знаешь, как изображения сказочных существ могли оказаться на стенах школы? Что? Они движутся, танцуют. Да, слушай, Макс, давай-ка перемещайся ко мне, сразу все поймешь. К тебе это куда? В сказку об Иване дураке. Хотя их много, конечно, промахнешься еще. Знаешь что, а давай у Лукоморья встретимся, там все равно сейчас пусто. Почему пусто? Узнаешь, Макс, все, я побежал. Что-то Добрыня сегодня загадочный какой-то. Поймешь, узнаешь. Чего-то он не договаривает. Интересно, куда все-таки подевалась Мария Петровна? Ладно, перемещаюсь к Лукоморью. Ой, какая приятная музыка играет. Откуда только? Никого нет, только морские волны шуршат по песку. Мне вот всегда хотелось узнать, как выглядит это самое Лукоморье. Оказывается, это всего-навсего бухта, морской залив. Я, конечно, знал, что слово Лукоморье означает изгиб моря. Но надеялся на нечто большее. Ой, как музыка играет, даже танцевать захотелось. Прав был Добрыня, никого здесь нет. Цепь на дубе висит, кота нет. И на ветвях никто не сидит. Я тут сейчас не только танцевать начну, но и стихами заговорю. Насчет стихов не знаю, а танцевать придется. Привет начальнику сказочной полиции Добрыне Никитичу. Здорово. Ты чего так официально, Макс? А чего ты с такой обидой говоришь, что танцевать придется, а сам все время пританцовываешь? Пританцовываю? Да я из последних сил сдерживаюсь, чтобы тут не выкинуть пируэт какой-нибудь. Пытался сесть, пошел в присядку плясать, хотел лечь. Получился брейк-данс. Эх, эх, ох, ох. Ой, не могу. Добрыня, брейк-данс танцует. Да ты на себя посмотри. Ну, я, я почему-то... Эх. Не можешь остановиться, да? Не могу. Схвачусь за дуб. Нет, не помогает. Добрыня, что это? Ох. Вот. У всех так, понимаешь, Макс? Мне первое время так стыдно было. Я даже говорить не мог. И в хрум звонить постеснялся. Что значит у всех? А то, что во всех сказках персонажи начали танцевать. Но это же опасно. Нам в школе рассказывали про чуму такую, от которой все танцевали. Это было в шестнадцатом веке в городе Страсбурге. Что, если все здесь чем-то заразились? Ох. И чем там у них все кончилось? Не помню. Кажется, хэппи-энда не было. Их. Их. Слушай, а где Мария Петровна? Она, я не знаю, Добрыня. Она должна была закрыть кабинет, а потом позвонила и сказала, что дотронулась до стены, до рисунка. Понимаешь? До живого, танцующего рисунка. И все, пропала. Только телефон от нее остался. Ах. Надо искать. Придумал. Что? Там возле двери было только три фигурки. Красная шапочка, волк и кот в сапогах. Шапочка и волк, скорее всего, из одной сказки. Значит, мы можем проследить за ними. Один за шапкой, а другой за волком. Узнаем, как эти сказочные герои в школу попали. Неплохой план для мальчишки, который вальсирует вокруг того дуба. Их. На себя посмотри, брейк-данс. Ну что, ты в какую сказку хочешь? Я к коту в сапогах. Наверняка он причастен к делу. Он в стране стоять не любит. А я тогда к красной шапочке. До встречи. Так, кот в сапогах? Я туда попал вообще. Вроде все правильно. Река, мост, мельница, замок за рекой. А что-то не так. Что-то в воздухе. Ох уж эти танцы. Никогда больше на балы и дискотеки ходить не буду. Честное слово. Вообще, где все? Где хоть кто-то? Мельница не работает, зерно повсюду рассыпано, однако мышей не видно. Следы какие-то есть, но я же не агент Хрума, чтобы их читать. А вот это интересно. Клочок бумаги с надписью и несомненным отпечатком кошачьей лапы. Не нужно быть умнейшим мыслителем, чтобы догадаться. Записочка. От кота в сапогах. Так. Ушел. Зачеркнуто. А сверху написано «утанцевал искать детективов». Вроде нет такого слова «утанцевал». Хотя именно этим мы все занимаемся. Куда, интересно, он пошел за детективами? Нет, чтобы в полицию позвонить. Всем им хрумпа давай. Узнаю, как дела у Макса. Алло, Добрыня, давай к нам скорее. Куда это к вам? И к кому к вам? К нам с Марией Петровной. В сказку о красной шапочке. Вы тут с ней встретились. Хорошо, сейчас. Кот в сапогах, кстати, пошел вас с Марией Петровной искать. Да-да, я знаю. Откуда? Ну дела. Макс, Макс! Повесил трубку. Как это он знает, если я сам только узнал? Ладно, направляюсь к коллегам. Все-таки что-то не так. Вроде перемещаешься между сказками, а вроде и нет. Будто все сказки в одну сошлись. Ой! Их! Мария Петровна. Она самая. А-ха-ха! Максимка. Хорошо, что мы опять вместе. Как вы сюда попали? Что вы такое танцуете? Ламбаду? Нет, Добрыня. Сальсу. Когда Мария Петровна коснулась стены, она перенеслась в сказку красной шапочке. Ведь она задела ее изображение. Их! Нет, нет. Сколько тебе объяснять, Макс? Это были не изображения и не рисунки. Это сами герои сказок отправились к нам за помощью. Они не смогли по-настоящему попасть в наш мир. Поэтому и стали рисунками. И все равно не переставали танцевать. Фу-ух! Ой, я только что заметил. Тут столько персонажей собралось. И кот в сапогах тоже. А я его на мельнице ищу. Ха! А как мы их по сказкам развозить будем? Пока никак. Сначала надо опросить их и понять, кто виноват в этой танцевальной эпидемии. А-а-а! Действительно! Эй, ребятки-зверятки! Слушай мою команду! Построиться в три шеренги! Проходим по одному. Ко мне, Марье Петровне и к этому вот мелкому. Добрыня! Макс, втроем мы быстрее всех опросим. Для удобства я придумала вот такие анкеты. Пускай все их заполнят. Так мы сразу отсеем тех, кто не сможет помочь в расследовании. В первую очередь нужны все причастные к сказке о гуслях-самогудах. Почему? Точно! Эх, балбес я, балбес! А ведь я сам широко известный гусляр. В узких кругах, конечно. Но все же. Проходите, проходите. Заполняйте анкеты. Держите. Вот и вам тоже. Добрыня, скажи, при чем тут гуслях вообще? Да ты что, Макс, сказку о гуслях-самогудах не читал? Ну ты даешь! По одной анкете берите. Всем хватит. По одной. Ты только Марье Петровне не говори. Ладно. Ну, слушай. Заполнившие анкеты. Возвращайте их. Складывайте вот сюда. Макс, гусля-самогуды не самый известный предмет. Оно и понятно. От волшебной палочки или мантии-невидимки проку куда больше. Ты расскажи, в чем там суть вообще? Рассказываю. Вот одна из сказок о гуслях. Жил-был крестьянин. И был у него сын, Ванька. Стали воры у крестьянина репу с огорода воровать. А он вместо того, чтобы в полицию обратиться, велел сыну вора вычислить. Во дает. Надо было в детективное агентство Хрум позвонить. А он? А он к сыну. Так вот, этот Ванька ночью воришку подкараулил. Оказалось, что воришка мальчишка вроде тебя. Тоже круглый отличник и детектив? Нет. Большой сорванец из Ознайка. Помоги мне, говорит, репу к дедушке дотащить. Он даст тебе все, что только пожелаешь. Он, конечно, помог и выпросил гусли. В точку, Макс. Причем этот мальчик и подсказал, что надо не золото и драгоценности просить, а гусли-самогуды. А у гусли этих сила волшебная. Стоит заиграть на них, как все вокруг в пляс пускаются, понимаешь? Вот, прислушайся. Кто-то прямо сейчас играет на них. И собрав анкеты, мы поймем, кого нет. Но ведь сказочных персонажей так много. Нам с этим за год не управиться. У меня и так все мышцы болят после тренировки. Теперь еще и танцы эти. Уверен, у Марьи Петровны уже есть план. Что же это за дедушка такой, у которого есть золото, драгоценности, волшебные гусли, а он внука репу воровать посылает? Хм, об этом я как-то не подумал. По правде говоря, этот дед потом в сказке больше не встречался. Там все больше о Ваньке речь идет. Как он стал пасти свиней, а потом женился на царевне. С помощью гусли, конечно. Молодец. Разбираешься в сказках. Так значит, сейчас кто-то эти гусли взял и играет на них, заставляет всех нас танцевать? Мария Петровна, зачем понадобилось устраивать всесказочную дискотеку? Может, кто-то повеселиться захотел? А может, этот кто-то сидит где-то в укромном месте, смотрит на нас и смеется? Не думаю, Макс. Тут мотив поинтересней. Хм, а вот этого она мне не говорила. Кто не говорила? И что? Красная Шапочка. Она рассказывала, что развивает свой блог, часто берет интервью у разных сказочных персонажей. Даже на правах журналиста путешествует между сказками. Оказывается, она недавно была в сказке о гуслях-самогудах. В той, где Ванька старику репу носил? Молодец, Макс. Хорошо, что ты эту сказку знаешь. Сейчас не все ее помнят. Ну, я тоже. Что ты хотел сказать, Макс? Да нет, ничего. Конечно, я же читал, готовился. Хорошо. Итак, Красная Шапочка снимает сюжет о музыкальных инструментах и берет интервью у героев сказки гусля-самогуды. После этого гусля начинают играть на весь сказочный мир. Давайте отправимся в сказку об этих гуслях. Может, там кому-то слава покоя не дает. Кстати, кто-то из них анкеты заполнил? Все заполнили, кроме мальчика, который репу воровал. Да, его анкеты нет, и его самого я тоже не видел. Тогда отправляемся на его поиски. Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается. Ух, хорошо. Поля, луга, красота. А на полях даже рожь танцует. Смотрите-ка. Рожь? Уж не ржанится ли там? Кто? Да что вы, Марья Петровна. Это давние истории, их даже я позабыл. Что-то я сегодня себя не очень чувствую. Ржанится какая-то. Зато я вижу домик. В нем-то, наверное, старик с мальчиком и живут. Давайте-ка постучим. Никого нету. Открывай, полиция. Говорю же, нет никого. А кто говорит тогда? Я говорю. А кто ты? Я никто. А вот и нет. Ты мальчик, который репу на поле воровал. Я не виноват. Меня дедушка посылал. Не арестовывайте меня, пожалуйста. Не будем. Мы вообще здесь по другому поводу. Не бойся. Меня Добрыней зовут. Значит, я совсем не злой, а вовсе даже добрый. Со мной детективы из агентства Хрум. Как вас там дальше? Хитрейшее расследование умнейших мыслителей Добрыня. Сколько раз тебе напоминать можно? Во. Мальчик, мы хотим понять, почему гусли играют. Нам твоя помощь нужна. Помощь? Ага. Хочешь настоящим детективам помогать? Конечно, хочу. Только я не знаю, где гусли. У нас их стащил кто-то. Почему не заявили о краже? Дедушка сам разобраться хотел. Он побоялся в полицию идти. Ведь мы и сами реп украли. У него даже кое-кто под подозрением был. Да-да. Интересно. И кто же? Красная шапочка. Думает, она унесла гусли, когда приходил интервью, Брэд? Неа. Тогда она их заприметила просто. Все разглядывала и так, и эдак вертела. Поиграла даже на них. И сама же на видео эту попытку игры сняла. В общем, приглянулись ей гусли наши. Да неа. Она, конечно, не всегда умно поступает, но на воришку не похожа. Куда важнее, что у нее алиби. Мы только что видели красную шапочку, и гусли у нее не было. В то время как музыка не перестает играть. А дед говорит, похоже. Он какую-то тень видел. В ночь, когда гусли украли. Вроде эта тень в платье была. Девчонка. Где он ее видел? Да там, на заднем дворе. Через то окошко. Да, вот еще что. Собака наша не залаяла. Значит, это был кто-то, кого она знает. А больше к вам никто не приходил? Нет. Ну, разве что Ванька. Да на что ему гусли красть, если мы ему и так их подарим? Чтобы не отдавать за них самое дорогое, например. Что? В обмен на гусли Ванька должен был отдать самое дорогое, что у него дома было. Он согласился, так как был беден и думал, что ничего ценного у него дома нет. Но самым дорогим оказался его собственный отец. Это очень серьезный мотив. Да нет же. Говорю вам, это девчонка была. А где гусли хранились? Обычно у деда в сундуке. Но после перехода красной шапочки он их на крыльце забыл. Вот и поплатился. Их! Оп, 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 оп. Ух! Ой, сделайте что-нибудь. Не могу я больше танцевать. Ноги подкашиваются. Мы постараемся. Пойдемте, коллеги, осмотрим место преступления. А что, если красная шапочка их не для себя украла? Стащила? А потом бабушке, например, отдала. Нет, бабушка приходила ко мне. Гусли у нее не было. Ну, или дровосеком. Они у меня анкеты брали. Никаких гусли, только топоры. Так, выходим во двор. Внимательно смотрим под ноги. Вижу следы. Пятерка за наблюдательность, Максим. Где? Где следы? Вот. Судя по форме, дедушка Гусляр прав и ошибается. Нельзя ошибаться и быть правым, Марья Петровна. Что-то одно. Можно. Он прав в том, что это была девочка. Но эти следы не могут принадлежать красной шапочке. У нее на ногах обувь французских крестьян. Сабо. Такие деревянные ботинки со слегка загнутыми носками. Ну, а здесь что? Эти следы оставили сапожки. Такие у нас на Руси в старину носили. Тише, тише. Свои. Не шуми. Хороший песик. Держи угощение. Как? Не хочешь? Ты же никогда от лакомства не отказывался. Могу я осмотреть будку вашей собаки? Будку? Ну, смотрите. Не думаю, что вы там гусли отыщите. Ну-ка. Макс, скажи, чем пахнет? С собакой пахнет. А еще блинами. Вот именно. Почему будка пахнет блинами? Вам показалось. Погодите. Сейчас пролезу. Ох, да чего же неудобно куда-то пролезать, танцуя. Вот оно. Что это? Кусочек блина. Мы не кормим собаку блинами. Мы сами только репу едим. Что ж, все сходится. Девочка в сапожках привыкла кормить собаку блинами. Вы морозка, что ли, имеете в виду? Да, Добрыня. Правда. Там была маленькая собачка, которая под столом сидела и всегда обо всем знала. Мачеха пыталась ее блинами задобрить, чтобы она ела и молчала. Но не тут-то было. Собачка все равно говорила. Тяф-тяф. Старикову дочь в злате серебре везут, а старухину женихи не берут. Так кто же гусли украл? Которая из девочек? Старикова дочь или старухина? Надо выяснить мотив. Подозреваю, что за этим преступлением стоит мачеха. Да, они с дочкой странно себя вели. Как можно было бедную девочку одну на улице оставить? Да еще и зимой в лютый холод. Да, отсутствие моральных ценностей у данных персонажей не вызывает сомнений. Но что они могли делать дома у старика, хранившего гусли? Морозков тоже старик. Может, обознались. А потом гусли увидели и стащили. Думаю, они специально к нему пришли, Макс. За гуслями? Минутку. Макс, верни-ка мой телефон, пожалуйста. Ой, я и забыл про него. Вот. Спасибо. Так, блок красной шапочки. Ага, смотрите. Видео о гуслях посмотрели несколько тысяч персонажей. А вот и комментарии. Ого, да это же мачеха. Не думал, что она такой продвинутый интернет-пользователь. Пишет, какие чудные гусли. Кто знает, где такие купить? А красная шапочка ей отвечает. Они не продаются. Разве что владелец даст поиграть. Не понимаю, для чего ей гусли? Давайте пройдем к полю, где рожь танцует. А я пока изложу свою версию событий. До свидания, мальчик. Спасибо тебе за помощь. До свидания. Удачи вам. Итак, мачеха встретила в поле полудницу и... Кого? Полудницы. То же, что и ржаницы. Мифологические персонажи славянского фольклора. Только вот Марья Петровна, видать, забыла, что их уже 500 лет никто не видел. Они появляются в образе девушки или старухи в светлом платье. Полудница – это воплощение полуденного солнца, который манит своим светом, но иногда может наградить тепловым ударом. Этими персонажами в старину пугали детей. Да и взрослые их опасались и всегда отдыхали в полдень. Ведь того, кто заработается в поле до полудня, ждала страшная встреча. Да, приятного мало. Так что же, мачеха тепловой удар получила и тут же бросилась гусли воровать? Слушай дальше. Полудницы – опасные существа, но веселые. Они очень любят пляски. Считалось, что той девушке, которая перепляшет полудницу, она подарит богатая приданная. Вот как! Так значит, все это было ради приданного. Конечно. С гуслями-самогудами можно переплясать кого угодно. Да нам тут всем приданное полагается. Смотрите, там во ржи кто-то прячется. Да нет, девчонка, вся в украшениях. Прямо на колосьях спит. Перетанцевала, наверное, и заснула. А это мачеха? Да, тоже крепко спит. А руки все равно по струнам бегают. Это верно полудница ее заколдовала за то, что обмануть ее хотела. Заберу-ка я у нее гусли. И-я-х! Ох! Эх! Ух! И-я-х! Ах! Ух-ух-ух! Ох, наконец-то! Как же я устал. Вот сейчас тоже посреди поля уснул. Да. Как же хорошо отдохнуть, Марья Петровна. Вы гений расследования. Мы бы тут все попадали, как эта девочка. Кстати, она, похоже, в себя приходит. Что же теперь с мачехой и дочкой будет? Штраф заплатит. Как положено. Уверен, после этого случая воровать долго никому не захочется. Ну, нам пора возвращаться. Дело о пляшущих человечках и не только. Раскрыто. Пока, Добрыня. Пока, Максимка. До свидания, Марья Петровна. Знаете, Марья Петровна, если честно, я не помнила эту сказку о гуслях-самогудах. Хорошо, что ты признался, Максим. Почему вы не удивляетесь? Вы все раньше поняли, что ли? Одно из важных качеств хорошего детектива, Макс, прекрасный слух. Вы слышали, как Добрыня мне ее рассказывал? Ну вот. Да, я хочу еще про этих полудниц побольше узнать. Они чем-то похожи на русалок. Тоже такие стихийные существа. Недобрые, не злые, но достаточно опасные. Морозка ведь тоже стихийный. Это ведь недобрый дедушка Мороз. Он и заморозить может. Может, наше правило – век живи, век учись.